В этом году Сургут получил и освоил небывалую сумму на ремонт и строительство улиц. Благодаря тому, что Югра попала в национальный проект безопасной и качественной автомобильной дороги, нашему городу достался 1 миллиард и 100 миллионов рублей. 620 из них пошли на обновление асфальта. В рамках программы БКД в 2019 году было ремонтировано 14 объектов. Это проспект Пролетарский, это проспект Мира, улица Майская, улица Мерикарамова, улица Сибирская, улица Рабочая, улица Энгельса, улица Геологическая, улица Грегарина, улица Республики, улица Дритрия-Карачаева, улица Ароходская, там три пусковых комплекса. Еще 180 миллионов в копилку на ремонт добавили из городского бюджета. На эти деньги боролись с колейностью на 15 участках улиц. Осталось и на тротуары, которые появились на Саянской, Рационализаторов и Крылова. Весомый вклад в ремонтную кампанию сделали в Сургутнефтегазе. Это дорога на Кос, подъездная дорога в территории Тресла-Сургутским строй, улица Домостроителей, улица Островского, улица Ленина, дорога внутридомовая улица Лермонтова, 731, приближающая городская территория Сургутскому шпомонтажному управлению ПАО СНГ, производственная 3, улица Монтажная. Суммируя все поступления, на ремонт в этом году потратили почти 900 миллионов рублей и обновили 5% всех сургутских дорог. Небывалый показатель. По гарантии обнаружены дефекты на 17 участках. Их за свой счет подрядчики восстановят будущим летом. На следующий дорожно-строительный цикл в дирекции дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса просят выделить больше средств, чтобы избавиться от колейности. По результатам последнего мониторинга, дефекты обнаружили на площади в 100 тысяч квадратных метров на 20 участках. В следующем году их будет больше. Из-за этого недостатка владельцев дорог регулярно штрафовали в ГИБДД. Было выдано 31 предписание, 2 представления. И за допущенное нарушение дирекция была привлечена к административной ответственности 32 раза. В офисах владельца дорог и контрольно-счетной палаты во время ремонтов выявили десятки нарушений. Среди них как незначительные недостатки, так и факты несоблюдения технологии. Налипание бетонной смеси и битума на свежевложенном верхнем слое. В Инглии 1 июля. На основании присутствовали влага и небольшие лужи. Улица Рабочая, 17 сентября. Егорский тракт, 20 августа. После очистки на поверхности основания имелся песок, грязь, мусор. Перепад высот между свежевложенным и ранее уложенным асфальтобетонным покрытием. Аэрофлотская, 15-18-31 июля, 5-8 августа. Энгельса, 12 августа. Больше всего претензий к Североавтодору. Там, в свою очередь, отметили, что виновные в нарушении требований ГОСТов найдены и наказаны. Спикер городского парламента Надежда Красноярова отметила, что подрядчикам стоит изменить подходы к ремонту сургутских улиц. Нужно отметить, что погодные условия, конечно, нас подвели. Вернее, они не нас подвели, они были нормальные, наши северные условия. Просто мы в июне месяце долго раскачивались. Пока была хорошая погода, мы долго раскачивались. Приезжали на объект уже часа через полтора после начала смены, уезжали пораньше. Но погода была хорошая. Когда началась плохая погода, испортились погодные условия, у нас начали работать практически круглосуточно. Но это, видимо, наш менталитет. Подрядчиков попросили впредь быть более мобильными, тем более, что в следующем году сургут вновь получат деньги на ремонт из федерального бюджета. Как минимум 400 миллионов рублей потратят на четыре улицы. На 2020 год в рамках национального проекта «Безопасной качественной дороги» специалистами дирекции разработана техническая документация на ремонт четырех объектов. Это улица 30 лет Победы, проспекта Пролетарского до Ленина, улица Семёна Белецкого, улица Лермонтова, улица Маяковского на участке от мира до профсоюзов. Дмитрий Круковец, Вячеслав Шаркунов, Сургут, Интерновости.